доброе утро друзья сегодня у нас 23 каст завтрака с библии сразу предупреждаю что завтра у нас не будет транскляции потому что я не знаю ли будет интернет вируса риме там где я буду но возможно транскляции не будет если я подключусь с планшета там то будет но по крайней мере все в порядке сегодня завтракаем с библии первое послание петра 5 глава 7 стих все заботы свои возложите на него ибо он печется о вас сегодня как раз утром мы проводили для нашей бизнес-группы каст по поводу цели где люди говорили о своих затруднениях в совершении всяческих дел там завершение задач в постановке цели и так далее и как раз я вспомнил слова который говорит мы знаем что послание трата новый завет о ветхом завете соломон писал в притчах что много есть мысли на сердце у человека нас будет столько то что задумано богом и подтверждает это дело что кстати то что мы встречаем и псалмах возложите заботы свои на него и он совершит говорит давид своих псалмах и здесь петр это подтверждает все заботы возложите на него и ибо он печется о нас потому что самом деле мы на протяжении всего и ветхого завета и нового завета видим одну простую истину что те кто полагают свои заботы на бога они становятся реально и богатыми и реально знаменитыми и в общем никакая никакая беда их не трогает вообще поэтому вот такая у меня была мысль сегодня и так сказать продолжение этой мысли хотел бы спросить вот если у вас на сегодняшний день есть какие-то дела которые вы пытаетесь решить самостоятельно мы уже говорили об этом неоднократно но напомню что есть люди которые вот садятся в машину берут руль в руки рядом сажают там иисуса и говорят но мы поедем сейчас дела дела да ты там уж не подведи как-нибудь и вместо того чтобы сказать ему на садись за руль вези меня куда нужно потому что все равно как бы то ни было мы являемся частью частью программы бога по искуплению человечества как раз есть очень многое в этом написано и в библии и и очень много литературы было написано в нее все все что происходит сегодня в этом мире нет конечно катастрофа потому что ну мы знаем да что этот мир богу он сегодня не принадлежит этот мир принадлежит тому кого называют люцифер или дьявол ну или называть его там как хотите все равно самое главное что 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 этот мир действительно он очень не зол он очень не адекватен по отношению к человеку и даже если мы сегодня преуспеваем в этом мире то скорее всего это преуспевание но не от бога если только мы реально не делаем того что написано что называется в программе бога потому что есть инструкция вот она эта библия есть написано что нужно делать если мы этого не делаем то мы можем преуспеть об этом говорят и и все священные писания что преуспеть можно да на сегодняшний день мироправитель этого мира то есть тот самый люцифер он очень щедро делится своими доходами даже христу предлагал что он знал с кем он разговаривает а он знал что это мессия он знал что это бог но тем не менее он предложил ему как человеку мол типа поклонись мне и все сокровища мира будут твоими он по праву предлагал сокровища мир то что они его и не при всем при этом мы знаем что он знает какой у него будет конец ему нужно было соблазнить и поэтому он и нас соблазняет он пытается нас вывести из этой программы программы тысячелетнего царства и делает на делает все для этого поэтому он говорит вот мы наверно слышим очень часто вы можете вы только вы можете больше никто не может никто за вас не может так далее знаете я согласен да что человек сам строить свою судьбу человек сам кузнец своего счастья но можно это делать что называется не задумываясь а вот течет к нам текут к нам деньги давайте берем 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 неважно откуда ты деньги вот выражение деньги не пахнут там и так далее это все от лукавого потому что вся библия нам говорит что если мы хотим реально получить какое-то благословение от бога который кстати написано конкретно что божье благословение она не на печали с собой не приносит он только обогащает и мы мечтаем об этом очень много и в результате для чего бог это все делали для того чтобы мы показали его благость показали то чем мы что мы получили от него ту самую его благодать о которой мы говорим и чтобы своим свои властью своей своим богатством своей знаменитостью влияли на этот мир и сокращали вот это вот мироправление люцифера или дьявола не важно как его звать так вот и в общем то рисуют там с рогами со всякими там неважно ну факт что мы знаем кто это есть даже подробное описание почему он там оказался и почему он хочет все это все это сделать и поэтому если мы хотим реально быть богатыми знаменитыми нам нужно следовать какой-то определенной программе потому что у дьявола нет программы у него все в панике он понимает что его время заканчивается и он все больше и больше строит козни у него нет никакой программы он дает взамен на душу человека дает богатство потому что он понимает что как только человек отдаст душу обратно богу и начнет поклоняться одному единственному богу то он просто люцифер все это у него заберет и вот этим он проверит человека что на верность себе это называется да и поэтому здесь в этом стихе вот в пятом пятой главе первого послания петра в седьмом стихе написано что все заботы свои нужно положить на бога потому что он печется от нас люцифера нас не печется ему все равно ему главное чтобы мы не были с богом а бог печется о нас и как говорил иисус своим ученикам он говорил что если даже птицы небесные которые не сеют не пашут не жнут каждый день добывают пищу себе то уж она сто точно позаботиться поэтому понятно что сидеть без действовать мне не нужно не бог никому не помогает сидеть на стуле вы помогает делать какие-то дела следите за тем что вы дела делаете добрые что делаете нужны этому миру что делаете актуальны для этого мира и что они действительно приносят кому-то пользу кому-то избавление вот например там есть люди которые миллиарды тратят на доставку пресной воды в те местах где воды нет например люди которые создают какие-то очень удобные вещи для для домашнего пользования больных людей немощных людей бедных людей которые не могут позволить себе что-то другое вот это те самые дела но в теологию всего этому вдаваться не будем у нас не не эта тема передачи кому интересно сейчас у нас вот буквально через полчаса какой через 15 минут начнется программа в которой можете принять участие в голосом и пообщаться с нами на тему библии у нас будет беседа библии сегодня будет интересная тема о спасении о том что такое спасение что такое вторая смерть и такой отши такой рай почему они так называются через 15 минут мы с вами встретимся там ну а те кто будет смотреть в записи смотрите в записи и запись наших беседа библии вот то что я хотел вам сегодня сказать может быть получилось немножко сумбурно но то так вот вокруг одного стиха накопилось очень много интересной информации у меня по крайней мере за сегодняшнее утро я опубликовал на своих соц сетях если вам понравился запись просто делитесь ей приходите подписывайтесь и будьте с нами практически каждое утро четверг мы не выходим в эфир никогда а вот и во все остальные дни мы в эфире в 10 часов утра по израилю и соответственно в 11 по москве мы выходим в эфир и по пятницам у нас беседа о библии спасибо вам за внимание с вами был автор станкевич и завтра с библии пока спасибо вам за внимание с вами был автор станкевич и завтра субтитры, как и в этом видео .